И всем привет, ребят, с Мистер Бак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, наконец-таки мы возвращаемся к обзору наших замечательных вооружений, сегодня у нас на повестке дня обзор нового обновленного Грома, с сегодняшнего дня эта пушка занерфлена, и теперь шанс критического урона у нас уменьшен, посмотрим насколько сильно это повлияло на эту пушку, давным-давно я уже не катал на Громе, на дефолтных настройках, в последние разы, когда я раскатывал на этом замечательном Громе, то это чаще всего был Гром с вакуумными снарядами, поэтому попробуем сегодня покатать на дефолтном, на прям самом дефолтном Громе с как раз-таки адреналином, ко всему прочему возьмем Крусейдера и возьмем Кризиса, посмотрим что у нас получится сделать в матчмейкинге на такой вот интересной комбинации, пикаем быстрый бой, ничего выбирать не будем, ну а вы, ну а вы, ну а вы, ребяточки, конечно же, не забывайте поддерживать данный видос лайком, если вам нравится игрового формата видеоролики, которых у нас же уже давным-давно не было на основном канале, также не забывайте, конечно же, подписываться на этот канал, и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, для этого в настройках игры, в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, тег тег тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а я же, в свою очередь, пикаю быстрый, замечательный боёчек, ну и посмотрим, что у нас из этого всего выйдет и получится. Загрузочка у нас пошла, вкусненькая загрузочка пошла, надеюсь, это не какая-то здоровенная карта, и можно будет отлично посмотреть этого грома. Скажу сразу, криты на громе, магистрально закидывает, ну не самая, наверное, лучшая карта, но сыграем. Криты на громе в моменте решают очень многое, в моменте прям это даёт нереального плюса, и поэтому если сейчас количество как раз-таки этих критов будет значительно меньше, то, быть может, эта пушка начнёт себя немножечко по-другому показывать. Но насколько это всё будет чувствоваться, сейчас мы вместе с вами всё это дело и узнаем. Пока что по первым выстрелам я бы сказал, что всё у нас даже более-менее чётко, да, пару-тройку выстрелов уже дал, все они залетели прямо в цель, плюс у меня на Крусейдере ещё и устройство вкусное на корпус, поэтому в моменте ещё и должно не кисло залетать у нас с сосулями. Посмотрим, что у нас из этого тоже получится выйдет. Так, ну и что касаемо резистов, то резистов у нас, ну, в матчмейкинге от грома довольно большое количество. Пять резов, например, в этой катке, и это далеко не предел, да, то есть в матчмейкинге вообще в последнее время от грома резистов берут довольно-таки много. Так, тут у нас криты залетают, но при этом вместе с этими критами ещё и броненосцы есть у противников, и это, конечно, не очень круто. Так, попробуем, может, как-то увести, я не знаю, как-то попробовать бы увести. Здесь Жига в упоре, и я вот так вот делаю просто, просто сосуляндрочку в упорчик даю. У меня всё равно накопится довольно быстро, в моменте хотя бы Жигу отправим на рез. Так, ну и у нас противник пытается увозить, пока что, если честно, особо сильно ничего не получается здесь в планах, в плане реализации нашего замечательного вооружения. Противник пытается ввести лаг в доставочку, но вот здесь вот, кстати, контра должна срабатывать, а у него ещё и аптека есть. Ооо, всё, Жиги, Жиги, ребяточки, доставочка прилетает нам. Ну и мы уже начинаем проигрывать, хотя у меня в команде все типы стоят сверху и кемпят. Да, по идее, с такой кемперской командой мне вообще не должно было быть здесь никаких проблем в этом плане, и всё должно было быть чётко. Ну ладно, попробуем сейчас тоже увести, наш тиммейт уже на подборе. К сожалению, его сливают, Харёчек летит меня пушить. Попробуем оттянуться максимально далеко. Так, ну и в принципе живём. Пока что живём. Что касаемо вообще устройств, да, на грома, то в моём понимании до сих пор, на сегодняшний момент времени, на гром есть два приоритетных устройства. Это адаптивная перезарядка и как раз-таки вакуумные снаряды. Все остальные устройства на гром, они 100% хуже, 100% хуже. Да, и тот же дефолтный адреналин в моменте он всё равно не будет давать тех результатов, которые вам даст хорошее сосулендрочка через всю карту. Который вам может дать, например, вакуумный снаряд, либо адаптивная перезарядка с разгонкой. Так, ну а что касаемо критов, если честно, я вам скажу, что особо сильно, да и не чувствуется того, что критов стало меньше. Ну, как бы в моменте, может быть, есть там пару ситуаций, где чуточку, чуточку, как будто у вас меньше залетают. Но всё равно эти криты есть, они летят по противнику, соответственно, я бы сказал, что это особо не чувствуется. Единственное только, что я не могу здесь флаг никакой вести, вот это, конечно, не может меня не огорчать. Хотелось бы всё-таки здесь ещё и каточку выигрывать, но пока что по выигрышу у нас есть определённого рода проблемочки. Так, пичка у нас залетает не туда, куда надо. Хантер мне вжимает овердрайв. Пробуем лить его, отлично, переигрываем. 80% овердрайва у меня уже имеется. Боже, что ж у меня такой овердрайв? Это нажимают, сначала хантер прыгает, нажимает оверку, потом хоппер прыгает, нажимает оверку. Чего они, ребяточки, у меня овердрайвы свои жмут, а? Так, нам бы вообще б сосулендрочку сейчас куда-нибудь вкусненькую накинуть. Но накидывать её через всю карту также в моменте довольно-таки сложно. Так, какую-нибудь наводку, вот такую, например, наводочку делаем. По-вкусненькому заряжаем котлету, овердрайв от нашего тиммейта по респу противника. Попробуем сейчас под увозинг сыграть. Так, и надо Рюси как-то это избить. Ах, не успел. Мне ещё и Скорпион в спину залетает. 8 минут до конца, 14 киллов у меня пока что в рамках этого боя. Попробуем выйти и на киллы хорошие, и попробуем также поувозить. Всё равно у нас шансы в теории остаются, хоть и карта тяжёлая, но надо стараться. Стараться, как минимум, пытаться увозить эти флаги. Что у меня вообще по иммунке стоит? А, у меня нет иммунки, у меня же на корпус одет замечательный драйвер, я совсем забыл. Совсем забыл про драйвера. Так, сливаем викинга. Пробуем накидать ещё урона. 1630 крита залетает, вкусненькая тысячечка. Так, Васпика вот этого бы разобрать, было бы шикарно. Так, и Твинс вжимает овердрай. Блин, довольно плотно пока что складывается эта встреча. Такая карта довольно тяжёлая оказывается. Хотя, казалось, в моменте, что всё будет намного-намного проще. Намного-намного проще. Так, по Хопперу тычку даём. Только не в минус. Отлично. Аптеку. Хорошо. Нехорошо. Сосулендров молоко. Я уж думал, там на два танка будет сосулька вкусная. Так, Васпик вжимает бомбочку. Прыгаем вниз, чтобы нас не зацепило. Дальше вжимаем ДДшечку. Даём вкусную тыку раз. Даём вкусную тыку два. Двоих респим. Викинга-жига вжимается. Васпика здесь можно тоже подзабрать. И ещё с крита залетает. Так, тычка. Бэн, ну как будто, если честно, критов даже меньше и не стало. Как будто даже и меньше не стало. И вот даже в моменте сначала показалось, что их как будто меньше. А сейчас я бы сказал, что даже как будто и нерфа нет никакого. Да, то есть если, например, на тех же вакуумных снарядах вот так же само будет криты залетать. На постоянной основе. А плюс ещё сверху вы будете давать сплэшом урон. И накидывать вкусные тычки. То по итогу-то у Вас будет всё очень и очень достойно. Очень и очень круто. Так, пробуем здесь дать по хантеру. Отличная тычка залетает на 1700. Но это была тычка без крита. Залетаем здесь через фланжик на вражескую базу. Ой-ой-ой, опять криточек залетел на 3000. С критом, с крита, когда по 3000 даёшь, это, конечно, максимально приятно. Так, пробуем увозить. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то меня поломало тут немножко. Чуть-чуть подлётик какой-то оформился. Так, и у меня есть овердрайв. Куда бы мне дать эту оверку? Ооо, куда бы мне дать этот овердрайвик? Так, есть здесь викинг на мосту. По нему как-то овердрайв не хочется давать. А вот куда-нибудь... Опа, ещё один крит. Да, ещё один крит. Правильно, критов много, реально много. Реально много критов залетает. Так, вот здесь вот по викингу можно будет дать сосулендерочку. Бам! Такую вкусную. Правильно, всё равно я сомничтожился. Всё равно сплэшом меня зацепило. Пять минут у нас до конца. 400 очков у меня уже есть. Задача так и у нас имеется увести флаг у противника. Пока что мы с этой задачей никак справиться не можем. Там снизу есть овердрайв. Но мне не хочется, если честно, за ним ехать. Опа, ещё крит залетает. Не, ну критов реально много. Реально много критов. Хотя в моменте казалось, что столько критов не должно быть. Так, васпик пытается накидывать. Ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй, оглушение. Нет, ребяточки, дефят и ещё васпик бомбочку успевает кинуть. Нам бы хоть какого-нибудь союзника, который бы нам подсаппортил немножко. Который бы в точечку сейчас бы так заехал бы по вкусному. Был бы мега рад. Я был бы мега рад, если бы нам саппортинга какого-то бы дали бы тиммейты. Так, здесь по васпу... О, шикарный крит! Не-не-не, с критами вообще всё в порядке. Как будто, если честно, ничего даже и не нерфили у нас. Это я ещё на дефолтном адреналине? А если бы я, например, здесь использовал бы какое-нибудь интересное устройство сверху? Вот это было бы контентик. Вот это был бы уже б контент. Это было бы уже б грязючка. Так, 1700 залетает у нас противнику васпику. Здесь можно дать вот такой вот оуди. Ага, понял. Даже таким овердрайвом я не попал чётко в цель. И не ваншотнул харька. Но ладно, в любом случае мы следующим граммом сразу его добили. Так, ну и у нас противник очень сильно кемперит. Очень сильно кемперит. Прям очень типы стоят. На супер пассивных... Не моментах даже, а на позициях. И особо никак не могут тиммейты увести флаг. Вот сейчас вытягивает немножко паладинчик. И если бы страховочка от меня была бы побыстрее бы, то может быть даже мы бы сейчас бы этот флажочек увезли. Но у меня рельса ещё залетают в головешку. А резок, кстати, у меня от рельсы нету. От рельсы нету. Как-то надо увозить пробовать, ребяточки. Как-то надо увозить. Три минутки у нас ещё до конца имеется. Здесь страйкер, накидочку у меня пытаются оформить. А после тыки... Не, всё равно пикает. Я думал, что он уже пикать и не будет. Так, викинг в упоре. Попробуем ему чуть-чуть покидать. Отлично. Нет, не отлично. Хотел сказать, отлично сливаем. И тут же у меня гауссосводка жёсткая прилетает в голову. Триста... Ой, триста. Три минуты остаётся до конца. Пятьсот очков у меня. Раз тычку даём вкусную. Два тычку даём вкусную. Шарелла залетает от нашего тиммейта. Под страховочку. Если сыграем, будет очень неплохо. Так, но мы не играем, к сожалению. Так, викинг. Викинг у вас накидочку мне оформлять. Тиммейт. Попытка у Воза. Попыточка у Возинга. Есть контактик. Сосулендрочка сработала. Сработала сосуля. Хоть я и давать хотел её немножко в другую позицию. Но она в любом случае сработала против хоппера, который мог возвращать. Страховочка от Викинга. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чуть-чуть мешаем. Чуть-чуть мешаем, но пытаемся страховать. Викинг с приваренной башней полностью. Накидочка по нему залетает. Вкусная. Но мы на страховочке. И доставкинс. Есть контактик. Очень хорошо. Повезло, если честно. С тем, что сосуля залетела в моменте очень в нужную тычку. Опять крит жесткий на 3000. Так, ну и всё. Ну и всё, ребяточки. Уже 1-1. Уже можно попробовать ещё флажочек увести. 98% овердрайва у меня имеется. Здесь по Васпику уже ладно. Ой, по Васпику по Викингу уже выздоровлять не будем. Так, ну и нам надо, чтобы наши тиммейты сейчас как-то дали нам пространство на карте. Если сейчас кто-нибудь бы пространство намутил бы, была бы попыточка на увозинг. Вкусная попыточка на увозинг. Васпику бомбочку ставим. Отлично. Его сливаем опять критом. Да, но криты, конечно, очень вкусные залетают. Так, Васпик здесь тоже нам ничего не дает. Вот, Викингу наносим неплохую пику. Так, здесь можно сосулендрачку вот такую оформить. Но немножко не в того она, конечно, полетела. Хантер сейвит свой флаг. 45 секунд до конца. 38 киллов у меня. Ну и давайте пробовать, давайте пробовать, давайте пробовать. Ещё, 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 ещё. Ещё, 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 ещё. Ещё, ещё. Ещё, ещё. Так, по. Аресику. По ещё аресику. Ну, блин, ну шикарно. Не, криты залетают. Криты прям вкусно залетают. Паладин, попытка увоза. Соло увозинг от Паладина. 20 секунд до конца. Страховочку ему надо. Страховочку. Страховочку Паладину делаем. Делаем вкусную страховочку. Ну и этот чел просто соло. Просто соло выигрывает катку. За 10 секунд до конца. Максимально комфортно. Максимально приятно у нас получается в рамках этого боя. Ну и... 8,5 тысяч мне ещё дают. На баблицо. На... Такой вот. Интересной. Каточке. Я считаю, что это очень неплохо. Прям мега неплохо. 730 очков. 39 киллов. Ну и это громчик. С дефолтным адреналином. С дефолтным адреналином. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как по мне, если честно, нерв абсолютно не чувствуется. Абсолютно не чувствуется. Всё так же эффективно и чётко можно реализовывать эту замечательную пушку. И вот на такой вот интересной комбинации с адреналином мы показываем настолько хорошие результаты. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не рассказать новые видеоролики. Ну а с вами был мастер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.